Здравствуйте дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий и сегодня мы продолжаем наше прохождение игры Murdered Soul Suspect. Находимся мы сегодня в психушке как-то там мертвый лес или как-то она называется знаете довольно странненько ладно не написано я помню что мы там с вами находили вон там табличку и на ней было что-то написано насчет этого места но как видите я второй раз это посмотреть не могу да и не особо то и нужно нам необходимо вместе с джой пробраться дальше точнее мы-то можем отправиться сейчас вот туда наверх и оставить ее внизу но также не пойдет мы как бы с ней партнеры поэтому давайте изучать график посещения здесь строгий время в основном для родственников и врачей понятно подарок выздоравливай но кому так смотрите-ка мальчик на костылях это похоже и ребенок тетка довольно стервозно прошлый раз встретила джой и ну смотрите у нее похоже ребенок инвалид мальчик на костылях наверно он дорог дежурный но я бы тоже так предположил держись ничего себе и это убега не могу сказать что это меня вдохновляет киску жалко как бы то ни было похоже я нашел все улики и нам необходимо как-то сопоставить все это давайте попробуем фото мальчика а потом котика нет есть сижу вот и думаю как ты там без меня только ты у меня и остался а у нее может быть только эта подруга осталась прости я знаю это тяжело когда ты за кого-то в ответе как зовут твою подругу айрис айрис кэмпбелл да твоя подруга айрис у нас с ней все будет хорошо спасибо большое спасибо подожди немного сейчас так ну ладно мне только нужно посмотреть на монитор нам необходимо палату усиленный надзор она в палате 216 нужно скорее ее найти ей назначили электрошон ребят просто как бы девушка айрис которую мы сейчас ищем так детка путь свободен она единственная выжившая реально после покушения звонаря и какого лешего ее держат в психушке они что рехнулись да ладно ладно сейчас подожди посвящается жертвам эпидемии испанки которая разразилась в этом крыле в 1918 году пусть их души обретут покой которого они были лишены при жизни мило вот такие вот маленькие вырезки и крупицы знаний нам потом помогут чует мое сердце после резкой статьи на этих самых страницах в которых был поставлен под сомнением успех раскрытия дела звонаря полиции Салема ведущий детектив лейтенант Хавьер Рейс более известный как Рекс объявил о том что расследование привлечено еще шесть сотрудников нам не удалось получить от него комментарий однако в недавнем пресс-релизе департамента полиции приведены его слова а в департаменте такого размера это значительное перераспределение ресурсов и доказательство того что мы находимся подходим к делу со всей серьезностью болен сегодня я ребята как-то видать не разговорился безбожно халтую как вы видите ну ланенько ничего чуть дальше разговаривать сегодня был тяжелый день хотя вряд ли это кого-то волнует кроме меня но я наговорился настолько что теперь любую речь связано связать довольно проблематично камера а где камера а вот все джой прости пошли ларис через 15 минут шоковая терапия ну еще одна это когда по мозгам током фигачит вот черт да уж лучше не скажешь пошли посвящить посещение в больнице аронан пришел это так мило с его стороны знаю ему нелегко теперь мои перепады настроения кажется у меня в голове что-то происходит и он как и я страдает от этого но как настоящий мужчина он меня поддерживает и я за ним как за каменной стеной когда-нибудь я благодарю его за все что он для меня сделал так смотрите у нас тут еще одна не упокоенная или нашедшая покой понятно не трогаем ее еще одна камера сейчас что ж ты такая все вырубил двигай копытцами так ты спрячься я осмотрюсь так это у нас прачечная и бойлерная так от нее подальше у меня довольно плохие воспоминания связанные с этой штукой ребят в самом начале мы неплохо так с вами узнали что можно в нее засунуть видишь камеру вижу-вижу-вижу не такая невидимая как ты выручай да сейчас кровать для пыток эпический ёжик не дай бог кому в таком месте оказаться ребят пошел собрать статья из таблоида 2 шокирующее открытие обнаружены доказательства того что недавние жестокие убийства в салями похожи на серию нераскрытых преступлений 1972 и 73 годов как и сейчас те убийства отличались жестокостью и странностью ни одно раскрыть не удалось и на всех жертвах был один и тот же знак колокол полиция салема отказывается обсуждать связь недавних убийств со старыми делами однако все больше растет уверенность в том что в город вернулся серийный убийца или же какой-то подражатель как следует изучил его метод тут нужно принять во внимание то что отец миссис гвин впадал в эти огни о боже эти огни не понимаю как это может быть связано на любое проявление а камера триггерной точки джой двигай копытцами я знаю что ты мега скрытные что капец но все равно поторопись девочка мега скрыт мега скрыт мега оно главное не знаю что это за руки заблудшие души наверное что превратились если тут застрили или не двигались дальше как ты вы поняли да это ждет любого кто здесь застрянет надолго ну ёжик что делать иди дальше иди в полот варис нет нет давай пойдем вместе свой выбора нет я разыщу тебя как только что-нибудь придумаю иди знаете такая маленькая мысля меня посвятила насчет того а что если бы я в нее вселился и она прошла сквозь вот это вот по идее мы должны были бы пройти хотя возможно я ошибаюсь как-то она найти не так получается так что тут написано опечатано призраков нет точнее демонов просто так не опечатывать пополните мои подозрения насчет этого места этим медленно так все смотрим не спеша наверх похоже нельзя до попасть ну и не особо то и хочется если честно вот она что михалыч обрушилась эта сторона вот она и не хорошо все здесь вышла не опечатали на больше ничего нет так киска ты тут как раз вовремя а мы с вами имеем как вы видите возможность вселяться не просто у людей а также в животных и мяукать да заново дали ачивку спасибо вам большое нехорошо что за нафиг как это еще вам сказать ребята то что демоны тут как тут таком месте и ведь о боже вентиляции скелет и голову вот кто ее туда запихнул вонь же ужасная вентиляция же ребят это не хухры мухры вентиляции это вентиляции так как 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 меня не ищут да а вот смотрите есть спуск мяу давай спрыгивай охрене тушки просто видите изверги так я надеюсь что я не опростоволосусь и смогу сейчас справиться с демонюгами главное понять кто куда и зачем идет смотрите там есть ворон кстати я правда на него не достаю смотрите 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 ползет касатель ну-ка тормозни все минус один а там придется как-то подкрасться да они издеваются что же они повторно выдают одно и то же ребят это совсем неприкольно просто вот а вот почему она не сработала вы меня не спрашиваете я все делал верно вот хоть прибейте не знаю почему меня обнаружили точнее конечно же вы поняли почему у меня не сработало добивание это мерзопад незакосной твари ну-ка ой 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 прячемся уйди противный все иди возвращайся к себе эпически ты ешь так давайте подождем и посмотрим куда ты пойдешь они чем-то на сголов напоминает и свастили на колец если честно только призраки конечно же с блевать и на и торчащие изо рта так 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 а она вот его дужки вот это по-нашему осталось теперь осмотреться и найти что-нибудь интересненько а отсюда мы пришли вот это что правда это что фигурка человека или кукла непонятно ну и фиг с ним она не опасная вроде начать но даром не нужно еще один здорово мужик что это это вовсе не моё где я ты здесь работаешь прояви милосердие не могу помочь прости ох ёшкин ты кот ребят это что сердце эти слухи перный театр так ладно давайте поскорее отсюда убираться на эти что-то мне разно нравилось это место совершенно хотя конечно от у меня и до этого не нравилось но по крайней мере я это что еще такое мне кажется кто-то кроме меня видела этих тварей здравом уме по крайней мере никто такой не придумал бы ладно тут я уже все осмотрел значит уходим да ничего нету нет я туда не хочу пока это что-то вроде театра одного уродца за советом к рексу когда я спросил у рекса что он думает о предложении ронана он лишь улыбнулся ронан всегда ему нравился и кажется он просто удивился что тот сделал традиционное предложение руки и сердца однако ронан считает что этот добрый знак наверное мне нужно думать также класс никогда бы не подумал что в таком месте найду вот такую вот ну довольно милую страничку хотя это даже немножко успокаивает но вся эта обстановка это ужас ученые тупо собирались здесь или как их еще назвать и зверки живодеры и смотрели как какой-нибудь новый метод испытывать по лечению там вырывание зуба без анестезии у сумасшедшего а глядишь это ему поможет боль адская знание они что если не передавать их новым поколениям пусть этот анатомический театр возведенный в 1899 году поможет опытным врачам передать свой опыт студентам вы поняли да а там анатомический мать их театр я мне смог наверно такое смотреть не за какие коврижки а между делом мы с вами похоже обошли то самое место которое нам мешало пройти дальше джой привет скучала надеюсь так осталось еще одна да у тебя не нервничайся будет хорошо все все чики-пуки джой а проклятье мы с тобой боялись электрошока но похоже уже поздно а ну ладно иди попробую вытащить что-нибудь из этой неуменяемой а рис охренеть и не встать я не буду трогать не подходите опа ну мы двина себе она меняет круто ой ребята а кажется этот знак я знаю я я его уже видела я не помню может в мамином досье я точно такое где-то видела этот означает защиту нет я думала что вы построили она все помнит она соображает ну да да усрачки напугал меня сейчас извини малышка может и зря я тебя сюда привел так ну сейчас попробуем в нее вселиться а вообще знаете очень сильно ну ладно тут напоминает некоторые короче моменты которые мы уже видели сейчас сначала прочту все газетная статья 5 вчера на брифинге представитель департамента полиции салема ингрид ларсон подтвердила что ни один подозреваемый еще не арестован и новых версий по делу пока нет мы призываем граждан салема сохранять спокойствие и жить своей обычной жизнью сказала ларсон однако мы также просим горожан сообщать полиции любую информацию имеющую отношение к сложившейся ситуации чтобы защитить наш город мы должны действовать сообща мне кажется что про нас все знают логично мы же просто разговариваем так ведь нет не только тебе кажется что мы не видим но люди это все замечают только если подглядывают в окно твоей квартиры именно тогда когда мы ну сама понимаешь не говори так громко ты меня в краску гонишь почему его называют антифриз если он предотвращает перегрев ну девочка я тут как говорится тебе не помощник ну а у тебя какие мысли жуки ползут и ползут по стене никто не хочет от них избавляться ну и я больше не буду их давить ведь тогда эти слепцы свяжут меня невероятно они связывают меня и почему? просто потому что не видят жуков да с ее точки зрения мы все сумасшедшие ребята так очередная история давайте ее послушаем Я долгое время работал инспектором департамента здравоохранения. За свою карьеру мне довелось побывать во множестве больниц. Навидался я разного, в том числе и таких ужасных вещей, которые неведомы простому обывателю. Но никогда и ничто не сравнится с событиями, невольным свидетелем которых я стал в психиатрической больнице. Фэр Хэйвен. Это та, которая сейчас называется Люкс Этерна. Я прибыл туда в 1926 году, следуя своему служебному долгу. В департамент поступали жалобы на чрезмерное количество пациентов и дурное обращение с ними. Однако репутация Фэр Хэйвена была запятнана задолго до того. Психиатрическая больница Фэр Хэйвен открылась в 1911 году. Первым ее пациентом стал очень агрессивный преступник по имени Джек Йейтс. Он должен был стать блестящим примером того, каких высот наша медицина достигла в лечении психически больных. Безусловно, опасные пациенты содержались под охраной. Но, к сожалению, это не предотвратило несчастный случай. Однажды, когда к директору больницы пришла жена, Йейтс каким-то образом вырвался на свободу и... И убил ее. С тех пор никто не знал, что произошло между Йейтсом и директором до моего визита. Когда я приехал, у двери меня встретил директор Уоллес Хелстед. Возможно, из-за того страшного удара, пережитого много лет назад, он выглядел таким же опустошенным и неопрятным, как и его несчастные пациенты. Инспекция началась. Во время осмотра помещения я не мог не заметить, как он нервничал, когда я проходил мимо маленького чулана для щеток. Естественно, я решил выяснить, в чем тут дело. Я приоткрыл дверь в чулан и чуть не лишился чувств, потому что из маленького закутка вырвалась такая мощная волна запаха человеческих экскрементов, я ужаснулся тому, что увидел в тусклом свете лампочки. Истощенный человек в цепях лежал на полу на куче собственных испражнений. За много лет, проведенных без солнечного света, его кожа, волосы и глаза стали молочно-белыми. Можно сказать, что он почти уже потерял человеческий облик. Бедняга пробыл в оковах так долго, что они вросли в его кожу. Я не сразу понял, что это подобие человека и есть Джек Йейтс. Приехала полиция, доктора Хелсада арестовали. Впервые за 15 лет врачи вывели Йейтса из крошечного чулана. На полу, там, где он лежал, навсегда остались очертания человеческого тела. Когда с несчастного попытались снять оковы, он не выдержал шока и умер на следующий день. Я видел, как замуровывают его тюрьму, и все делают вид, будто ничего особенного не произошло. Я очень надеюсь, что несчастный, наконец, обрел покой. Ведь персонал больницы утверждает, что из-за стен до сих пор доносятся душераздирающие крики. Мдаа. Веселенькая история. Еще одна на ночь. Как раз сегодня пятница, тринадцатая, ребята. Ух, ребятки. Ладно, давай вернемся тогда. И начнем исследовать. Вот, кстати, я хотел еще сказать, что вот эти руки очень похожи на те ловушки демонов, которые мы с вами встречали на полу. да вот нечто подобное есть и похоже вот это вот звонарь убивает девочку или кого-то вот эти две девочки она сестрой но я так думаю потому что раз она выжила предположу что ее сестру убил звонарь она это все видео планника давайте пробуем вселиться что за хрень вот именно она меня как-то выкинула ладно посмотрим если объяснение тому что стало с этой девочкой так надо выяснить что известно айриса звонарь и хорошо давайте исследовать беспокойство ну конечно же сестры связь а ей это нажал две девочки связь они близняшки понятно ребята уже есть я все понял ребята смотрите он жёг ее сестру и она видать все видела точнее жженая на костре на естественно звонарь что это за грёбаный псих эпически ты ежик ну судя потому что я вижу погоня пытки но счастье и гна игрилась это точно не то еще куча улик кстати арт-терапия она перевернула кстати эту кровать как пушинку может он их убивает ради их силы и за ней он тоже придет то есть помните как он нашего главного героя как пушинку просто по квартире джойми там а потом выкинул ну как младенца у делу возможно он забирает их силу зачем эти штуки это что арт-терапия а нет голубые голубые глаза холодные как смерть у кого голубые глаза смерть что еще за бред голубые глаза волчьи глаза стальной взгляд что происходит тихо Мне страшно. Полез ядно. Нет, нет. Беги! 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 Давай! Не трогай её! Беги! 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 Твою ж мать! От такого и я бы свихнулся. Боже мой! Беги! Убирайся! Беги! 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 Тихо. Она тоже... ведьма. Ведьма. Айрис, ты в порядке? Йоперный театр демон. Что это? Ронан. Ронан. Это Роуз. Она горит. Она вселилась. Я же сказала... не подходи! Кто ты? Я Джой. Тебе здесь нельзя оставаться Санитары Это все, мне конец Мама, возможно, Айрис это ключ ко всему, помоги ей Она пойдет с нами Нет, вы ее не соберете Так, хочешь, чтобы ее били током? Она остается Хочешь спасти ее? Уходит с нами Выбирай Спасибо Так, ну надо отвлекать ребятки, да? Получается Хорошо Хорошо Ну-ка, ну-ка Нас никто не увидит Нас не догонят Давайте, давайте, давайте Надеюсь, Роуз нам тоже поможет Да-да Вот ты тебя вызывает, друг Будь на проводе Блин, шевелите булками А где они? Давайте, 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 давайте Ее-моё Аж мурашки бегут под тело Нервничай, ребятки Давай, давай, давай Все? Фух, ну что ж ты будешь делать Прям как камень с плеч Сюда, сюда В эту арку Там никого Почему мои самые страшные кошмары Становится все хуже? Так, сейчас разберемся Не думала, что вновь это увижу И не надо думать Что тебе известно про этот договор Ничего Рассказывай Это бессмыслица Погоди Значит, он просто спросил Не знаешь ли ты Про какой-то договор Он не спрашивал Хотел, чтобы мы признались Что заключили договор С дьяволом? С дьяволом? Мы ничего ему не сделали У него не было ни одной причины Так поступать Да ладно Ни хрена себе Одну девушку он топит А другую сжигает И где же я видел этот столб? Музей Буклет, буклет А вот где он? Вот Приглашение на высоку Точно Короче Смотри Отведи Арис церковь Убедись, что она в безопасности Потом встретимся Ладно Пошли Айрис Так И каким же образом Выставка в музее Связана с убийством Роуз Вот так вот оно Ребята Получается Знаете что? Собираем все Вот эти вот зацепки Мы в итоге сможем Получить другую Похожую концовку Или более подробно Узнать историю Так Осмотреть выставку И найти связь Между ней и звонарем И каким-то Образом Звонарь Связан с убийствами И выставками Ну что ж попытаемся Попытаемся Но не скажу Что я прям Рад этому Хотя с другой стороны Мы помогли Айрис А это хорошо Потому что такое пережить Никому не пожелаешь Даже самому Злейшему врагу Хотя возможно Я и Преувеличиваю Как бы то ни было Довольно Интересно Вышло Сюжет Меня захватывает Хотя кажется Что вот Вот Я уже догадался Ради чего Убивает убийца Кого он убивает Но при этом Мы до сих пор Не знаем Кто такой убийца Представляете Что Это может быть Святой Отец Просто Сбренил старичок И Сам возможно Заключил сделку С дьяволом Не знаю Как бы то ни было Давайте на этом Ребята Закончим серию Сегодняшнюю А я благодарю вас Всех за просмотр Надеюсь вам нравится До скорых встреч Всем вам Удачи